Друзья, приветствую, с вами Александр Демченко, и это означает, что вы на ютуб-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Посмотрите, как я расплываюсь в улыбке. У нас сегодня в гостях наш любимый Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, все очень приятно. Друзья, перед тем, как мы начнем, я вас традиционно призываю подписываться на все наши ютуб-площадки, оставлять, как можно больше лайков и комментариев уже по этой нашей беседе. Она обещает быть важной и, надеюсь, интересной. Дмитрий Львович, если заканчивается война, Путину и России, на ваш взгляд, путинской России, конец, и дальше череда бунтов, революции и каких-то смут? Ну, во-первых, вопрос, как она заканчивается. Заканчивается ли она на условиях Путина, на условиях мирового сообщества, которое выдвинет их, наконец, на условиях Украины, это все еще достаточно неопределенное время. Я, скорее, склонен согласиться с Зеленским, что она закончится в 1925-м, и понятно, что Александр Лукашенко тогда уже окреселся за этот прогноз, и понятно, что в России его встретили очень негативно. Но, напомню, Саш, война не закончится. Она может перейти от Украины на, как в классическом русском прессовье, с Федотом на Якова, а с Якова на всякую. Она может перейти на австраны Балтии, которые к этому давно морально готовы. И не случайно американские генералы уже готовили план войны в России, его широко распиарили, говоря, что мы, значит, вас за 10 дней захватим. За 10 дней уже захватывали Украину, все мы это помним. Значит, еще один вероятный адресат – Польша, которая, значит, уже прекратила выслать российского посла. С Молдавией какие-то непонятки, тем более, что в Молдавии побеждают проевропейские кандидаты, они все сделали для того, чтобы побеждал пророссийский, и чтобы Молдавия не входила в Евросоюз. В это вложены серьезные средства. Значит, нам просто понять, наконец, многие почему-то в мире не торопятся признавать, Путин – это война, а пока есть Путин, эта война будет продолжаться. Совершенно неважно где, она идет со своим народом. Массовые посадки, абсолютно абсурдные претензии. Террор такой классический, нормальный, который, по слову пастухова, сам себе причина. Но помимо этой гражданской войны, вот идущей пока в таких террористических формах, Украина только начало, и об этом много раз сказано. Поэтому Путин пытается обрасти союзниками, пытается развернуть БРИКС против Запада, пока это не очень получается. А в любом случае страны Балтики готовятся к будущим провокациям очень серьезно. Пока Украина принимает на себя всю тяжесть удара, Путин обречен зайти на территорию НАТО и вызвать адекватный ответ. Я, когда смотрю на то, что делает Путин, я вспоминаю неточку незваного, Достоевского, и то, что говорил Б. Ефимову, что все-таки нужно идти на авось. И не потеряешь ни в коем случае, потому что выигрыш слишком велик. А куда этот авось Путина доведет? Ну, видите, пока Путин опирается, в отличие от героев Достоевского, которые все-таки полагаются в основном на собственный рессентимент, он опирается на две силы. Эти силы есть в мире. Нельзя делать, что это иллюзия. Это вполне серьезные вещи. Первая и самая очевидная – это рессентимент, накопившийся в мире. Есть огромное количество стран, которые недовольны своим состоянием, которые недовольны американским лидерством, а которая, кстати говоря, давно уже осуществляется в формах ненасильственных. Америка ушла из большинства стран, куда зашла, и ушла, надо сказать, довольно постыдно, как из Афганистана. Америка давно уже не является всем мировым жандармом, образ которого Путин вслед за советской пропагандой эксплуатирует. Но есть люди, есть страны, которые все равно уверены, что сейчас мы разрушим мировой порядок и сами будем рулить. И рулить не за счет экономической или интеллектуальной мощи, а за счет того, что мы близки к Пахану. Пахан предлагает себя в качестве такого главного разруливателя мировых проблем, такого всемирного Рамсана Кадырова. Им надо сказать, что это пользуется определенным спросом. Вторая вещь, на которую опирается Путин, на которую тоже не является никак его заслугой, это российский ядерный потенциал. Он пока есть. Он достался с советских времен. Мы не знаем объективно, в каком он состоянии, но если надо будет, Россия довольно быстро дорастит его добоеспособность. Но это не проблема, понимаете, при наличии двух таких ресурсов, абсолютно покорное, хотя абсолютно безинициативное население и пока еще имеющиеся нефтяные деньги, потому что по-настоящему изолировать Россию Америка и не хочет, она не загоняет крысу в угол, а под крысой она понимает Путина и правильно делает. Все пока с этим неплохо. Надо сказать с тоской, что этот мировой ресентимент, мировая ненависть не только к Америке, к Европе, к НАТО, это бы нагревается, это есть. А наивно было бы подверстывать к этому Китай и Индию. Они-то, наоборот, с Америкой сотрудничают вполне благотворно. Но в мире много, пусть микроскопических, пусть не особенно значимых, но все-таки диктаторских режимов. И это не только Северная Корея. А Россия пытается пожечь мир и со стороны Латинской Америки, и со стороны Африки, хотя она там действует не очень эффективно, но вроде бы как получается. Поэтому, понимаете, миру нельзя расслабляться. Владимир Путин абсолютно прав, говоря, что ООН нуждается в серьезной ревизии. Зачем нам ООН, руководитель которой, приезжает на БРИКС и там ручкается с диктаторами? Зачем нам ООН, который стал персоной Нонграда в Израиле? Зачем нам руководитель, который выстилается под любую силу, абсолютно забывая о международном праве, которое ежедневно попирается в Европе, в Украине? Наверное, Путин прав. Наверное, нужны эффективные механизмы противодействия тому же Путину. И я уверен, он своего добьется. Он их выработает. Мне другой такой стороны не надо. Где так вольно, смирно и вперед. В смысле на эпоханатый смирно. Где так вольно, смирно и кругом? Здесь, видите, в чем трагедия. Что путинская, не скажу диктатура сама по себе, а именно путинский репрессивный механизм, путинское желание подавлять, оно поддержано значительным количеством населения. Ведь, понимаете, в России есть такой паттерн. Любые проблемы внутренние, любые недовольства снимаются вот этим элементарным рычажком, переключением этого рычажка. На нас напали, на нас наехали. Вот эта дворовая психология, что нас должны бояться все, иначе мы не великая держава, она поддержана определенным количеством людей, получивших дворовое воспитание. И другого воспитания не получающих сейчас. То есть это люди, которые искренне уверены, что принцип нас дерут, а мы крепчаем, он означает величие империи. Никаких других критериев этого величия нет. Ну, посмотрите, какое качество культуры, какое качество науки продвигает сегодня Россия, прежде всего науки гуманитарной. Во что вообще превратилась страна? Такого провинциализма и такого идиотизма она не знала ни в какие советские времена. Более того, в советские времена, в 20-е годы, после как раз массового отъезда иммигрантов, мы все равно наблюдали известный интеллектуальный рост. Даже, я бы сказал, известный интеллектуальный взрыв. Тогдашняя Россия привлекала сердца интеллектуалов, а вовсе не только обиженных. Сегодняшняя Россия нравится всем, кому, кто по французской поговорке, доволен своему уму, недоволен своим состоянием. Вот это ужасная такая провинциальная мстительность. А я очень рад, что Украина вовремя соскочила с этого сомнительного ковчега. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Дмитрий Львович, тем временем Зеленский говорит, что в одном из интервью он сказал, что если сейчас хотя бы договориться о том, что ни Россия, ни Украина не наносят удары по энергообъектам, это первая к миру, да. А Путину вообще нужен этот мир? Нужна эта перемирие? Нужна эта пауза? Ему это... Нет, ну что вы, нет. На самом деле, эти разговоры... Нет, ему перемирие не нужно совершенно. Ему нужно предъявить результат, который можно продать как победу. Не надо думать, что российская пропаганда может продать за победу абсолютно все. Нет, далеко нет. Даже четыре области, откушенные сейчас у Украины, кстати, откушенные не полностью, не выглядят победой. Он же обещал другое. Он обещал демилитаризацию, деноцификацию. Единственное, что он может продать как победу при известном напряжении, это внеблоковый статус Украины. Но что-то мне подсказывает, что он этого внеблокового статуса не получит, потому что как раз для Зеленского главным консенсусом, главным фактором победы становится консенсус мировой поступления Украины в НАТО. То есть вы откусываете области, вы остаетесь агрессивным соседом, но мы получаем западные гарантии защиты. Вот это то, что может как победу продать Зеленский. Поэтому никакого неблокового статуса демилитаризации, демилитаризации, ничего из этих влажных хотелок он не получит. Более того, покорную и запуганную Украину он не получит. Единственное, что может произойти, и может, мы с вами это понимаем, Зеленскому могут попытаться сковырнуть свои. И это будет выглядеть в России именно как победа. Если ему удастся Путину организовать в Украине, не скажу, новый Майдан, это маловероятно, но новый путь. Или, во всяком случае, попытку внутриэлитного переворота. Это получиться может, потому что степень коррумпированности украинской верхушки вообще известна, и там далеко не все люди относятся к Зеленскому положительному. Вот сыграть на этом, попытаться его опрокинуть, они все время же говорят, он нелегитимный президент, когда об этом говорит уже пять сроков, как нелегитимный Путин, это вообще чрезвычайно смешно. Его второй срок уже был нелегитимен, потому что выборы были не конкурентами. Но, тем не менее, ладно, бог с ним. Они будут пытаться его убрать, и если его удастся убрать, пожалуй, это можно продать как большую внешнюю победу. Я у вас сейчас поспрашиваю о внутриэлитных всяких переворотах, тюрках, как это назвать, не знаю, но, правда, российских, но перед этим мы сами вспомнили о ядерном оружии. Лукашенко выдал недавно, что это Киев провоцирует Москву, и он хочет, чтобы Москва нанесла удар ядерной ракетой по Киеву. Готовятся они вдвоем к Аналье, да, Лукашенко и Путин, к ядерному удару? Лукашенко, много раз мы с вами говорили этот ядерный удар – неизбежность. Это же, говорю, понимаете, пропаганда – это такая вещь, которая не отыгрывается назад. Что сказано, то сделано. Они уже много раз этим оружием трясли. Вся современная российская пропаганда держится на этой пугалке. Предполагается ударить то по Львову, то по Киеву, то даже есть вариант ударить по Курску, своя территория, мы можем на ней что хотим, то и воротим, ни перед кем не обязаны. Значит, это возможный вариант. Я даже более того уверен, что когда Владимир Путин исчерпает все другие средства давления на человечество, он прибегнет к этому. Это для Запада та красная линия, после которой ему придется отвечать. Особенно если это оружие будет применено на украинской территории, да еще неподалеку от польской границы, это прямая угроза существованию человечества. Здесь, наверное, после этого возникнет определенная решимость, которую, увы, нет до сих пор. Я не знаю, не могу предположить, в какой момент это произойдет, и что будет для Путина триггером. Но сделать это он обречен, ну, потому что, понимаете, у диктатора, вот это делюсь с вами тоже открытием, главный принцип диктатуры – это сделать все возможное. Не все разумное, не все непонятно, а все возможное. И поскольку это все возможное, максимальная реализация, включая в себя ядерную удар, он обречен это сделать. Но нет других справедливостей, понимаете, там никакого другого давления не осталось. Когда и почему, это мы узнаем. Думаю, что очень близко Украина к этому подошла после Курска. Я думаю, что вообще мне кажется, что вся ситуация, идущая сейчас в мировой войне, решится зимой, максимум весной. У меня есть ощущение, что ускорение пошло очень сильно. Ну, а что касается Лукашенко, понимаете, слушать Лукашенко себе дороже. Он находится в состоянии, когда ему совершенно все равно, что говорить. Ну, вот он уже признал, что квадроциклов в Беларуси нет, квадроберов в Беларуси нет. И понятно, что он самый главный квадробер. Но вопрос на другую. Он же готовится к квадробер. Он же уже говорил, да, я главный лектор, я главный фотограф, я главный разведчик. Теперь он будет главным квадробером. Понимаете, Лукашенко, ну, как вам сказать, оскорбительно для мира серьезно обсуждать Лукашенко. Лукашенко ведет себя давно как городской сумасшедший. И многим это нравится. Но если это нравится Белоруссии, которая 30 лет живет в диктатуре, это не значит, что об этом должен говорить остальной мир. А Лукашенко надо постараться забыть, потому что это злобный клоун, который не контролирует свою страну, который не пользуется там ни малейшей популярностью, который на страхе еще держится. Но, вот помните мое слово, наши дети будут нас спрашивать, неужели это было возможно? Про Путина, ладно, он удерживается в каких-то рамках, не скажу, цивилизации, но, по крайней мере, своей собственной программы. То, что несет Лукашенко, вообще никакого отношения давно не имеет к реальности. О нем просто можно забыть. Друзья, мы сейчас продолжим. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на все наши ютуб-площадки, ставьте как можно больше лайков, комментариев уже перед нашей беседой. Не скупитесь и не стесняйтесь. Дмитрий Львович, я недавно увидел новость, которая меня очень сильно потрясла, причем крайне негативно. В Москве собрались, значит, Собянин, Нарвежкин и Мединский и решили переназывать улицы и предназначать им имена чекистов. 14 чекистов теперь будут висеть. Вместо тех или иных улиц будут другие таблички. И я про себя подумал. Вот как бы не завершилась эта война для Владимира Путина, когда бы он не ушел, и как бы он не ушел, а КГБ-то победила в России, я имею в виду. Это разве не ужас? КГБ победила в России в 1564 году, когда Причнина стала безальтернативной. С тех пор КГБ в России удерживало власть всегда. Но у нас Судоплатова, вы меня простите. Нет, но Судоплатов не является каким-то эксклюзивным. Понимаете, Армадановский, Малюта, это же все были ребята, которые не щадили ни своих, ни чужих, и ни тайный приказ, ни тайные канцелярии, ни третье отделение никогда не были разоблачены, ни никогда не получили от государства даже сколько-нибудь посмертной критики. Бенкендорф был и остается государственной иконой России, а его слова, помните, российское прошлое несравненно, будущее поразительно, превосходит самые смелые права. Ну, все это мы знаем. Ничего с российской тайной полицией не меняется. В России менялись все институты, включая церковный синод. Но тайная полиция в России, слово и дело государевого, в России оставалась абсолютно уязвима. То, что они хотели, они не то, что победили, это нормальная такая самоубийственная, садунзахистская, сатанинская секта, которая сидит и управляет Россией, и пока не похоже, чтобы она сдвинулась. Я помню, делал здесь доклад об этой секте, о разных ее изводах, и меня все спрашивают, ну, скажите, но ведь это метафора, но ведь вы применяете масштабную метафору, не может быть. Нет, это может быть. Нормальная сатанистская секта сидит в центре Москвы и строит свои темно-зеленые храмы с таким, с Творецкого дыма, с пламенем, и пытается, значит, уничтожить любую форму духовного сопротивления. Сказать, что она окончательно победила, нельзя, потому что, в общем, любая секта дегратирует и вымирает, на это потребуется время. Но то, что они сегодня, безусловно, и лидеры, да, с этим не приходится спорить, еще и Путин шутя говорил, что они десантировали своего в Кремль. Вот что касается этих 14 переименований, по нему, впечатляют, вспоминаются пророческие слова Аксенова, «Корабль из речки меленько отправил в океан 14 бездельников и капитан Иван». Вот эти 14 бездельников, вернее, 14 за предоплеченных дел мастеров, да, 14 профессиональных палачей. Вы уже слышали, наверное, что они Ясенево, район Москвы, хотят переименовать Фитина, потому что никакого Ясенева не было в КГБ, а там в КГБ же, в общем, расположено в этом районе, у них там главное, главное гнездо. А Фитин долгое время руководил там некоторым отделом спецслужбы, вместо Ясенева будет у нас Фитина, что само по себе звучит даже не особенно красиво, такой фитиль воткнут в Москве. Дело в том, что, понимаете, все эти переименования очень зыбкие. Был город Брежнев, который всё равно остался набрежными челнами. Есть вот проспект Андропова, это ошибка большая, что его не переименование, его не будет больше. Я думаю, что, понимаете, переименование – это всё-таки признак слабости. Вам ли об этом говорить, когда в Украине происходит переименование совершенно бессмысленное, и ненужное, когда бульвар Жванецкого в Одессе собираются переименовывать? Ну, переименование – это знак капитуляции перед реальностью. Вы не можете изменить реальность первого порядка, именить реальность второго. Свои дураки, там, право на своих дураков есть у любого государства. Я понимаю, почему Украина пытается свалить памятник Пушкину и переименовать так или иначе с русской культурой связанные места, там, Бабеля и так далее. Я понимаю этот импульс, он понятен. Надо просто понять, что он бесплоден. И, может быть, Россия потому и устраивает сейчас эти переименования, что со всем остальным у неё тела не очень хорошо. И, конечно, внедрение Судоплатова в, условно говоря, паттерн, в иконостас национальных героев этого не было и не будет. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а ещё профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы ещё не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать всё. Ну, слушайте, Судоплатова ещё чёрт с ним. Но когда у Путина на столе стоит статуэтка Дзержинского, со времён ещё директора службы ФСБ, это много о чём говорит. Как его возбуждает эта фигурка? Ну, возбуждает, понимаете, фигура Дзержинского не так проста. Конечно. Дзержинский – это такой новосоветский святой. А, как сказал когда-то БГ, святые не бывают приятными людьми. У Дзержинского, невзирая на его, безусловно, одержимость, я думаю, что некоторые приметы его бесовской одержимости из любых мемориев вы вычитаете, ну, там трагедия с сестрой в детстве, то ли он убил, то ли не он убил, старослучайный выстрел убил Ванду. У него много было в жизни трагедий. Провёл в отсидке очень много времени сидел героически. А он, понимаете, фанатик. И у Дзержинского были, между прочим, вполне человеческие черты. Ну, например, его такая забота о беспризорниках, его дружба с Макаренко, его попытка организовать эти школы-коммуны. То есть, он был не тотальный зверь. Он понимал, куда идёт дело. Он умер от разрыва сердца именно после своего доклада, насколько я помню, на пленуме, в котором он резко раскритиковал Сталина и сталинизм. Он вообще был человек, не лишённый личной храбрости и личных принципов. Но ведь Владимир Владимирович его не за тем держит, а из-за его патологической жестокости, из-за его дикого фанатизма. Конечно, фанатик был настоящий. Ленин, всё-таки он в людях разбирался, он узнал, кого поставить на ВЧК. Понимаете, ведь его распоряжения были разные люди. А он сделал ставку на этого поляка, имея в виду его абсолютное бескорыстие, его совершенную неподкупность и его звериную ненависть к царизму. Вот Дзержинский, это человек, его назвали рыцарем без страха и упрёка. Да, насчёт страха я согласен, но это рыцарь абсолютной безжалостности. У него милосердия не было в его душе ни капли. Все остальные, кто там вокруг него были, они по этому параметру с ним не могут конкурировать даже близко. И Путин его держит на столе поэтому. Ему кажется, что какую-то алмазную твёрдость души он у него перенимает, а одно их роднит, даже непринадлежное к человеку, дикая ненависть, лютая ненависть ко всему человеческому. Путин умеет ненавидеть, как никто. В общем, думаю, он ничего другого не умеет. Вы оказались объектом этой ненависти и пока довольно достойны с этим справлять. Володин призвал экстрадировать Чубайса. Нет, я знал, что на Анатолии Чубайсе всё закончится, но чтоб так, вы мне скажите, пожалуйста, Путин убьёт Чубайса или Чубайс Путина? И ни то, ни другое. Чубайс не может убить Путина, но потому, что он его породил, там, в общем, он же не бульва. Он, наоборот, до известной степени от него зависит. Никто его экстрадирует не будет. Это такие, понимаете, пугалки, которые нужно периодически запускать. Россия всё время, и она на этом настаивает, всё время пытается вернуть своих беглецов. И, кстати говоря, судоплатов, которые в политических убийствах очень поднаторел, это тоже знаковые фигуры, они вспоминают с ним просто так. Конечно, они все напоминают нам судьбу Игнатия Рейса, они все пытаются нам сказать, что мы вас везде достанем, как Троцких добьём и так далее, или дорогу за вами ходят. Но мы же тоже не дураки, понимаете. И Лев Давыдович, может быть, действительно переоценил свою харизму и пускал к себе, бог весть кого. А большинство иностранцев, которые находятся в России, они же находятся под серьёзным, довольно государственным патронажем. Не потому, что мы, бог весть, какие важные люди, а потому, что никто не хочет, чтобы травили новичком местных жителей. Потому что они же не умеют выстрелить прицельно. Они всегда отравляют не скрипали, а кого-то соседа. Вот здесь соседей травить не хотят. Поэтому пусть они не очень стараются, и Чубайса им не видать, как свои задницы, и беглецов, которые рассеялись по всему миру и сейчас, значит, вносят посильный вклад в его процветание, надо вам сказать. Ничего не выйдет. Мы сами вернёмся. Вернёмся, когда уже будет ночи могилы поплевать. Но, уверяю вас, я, может быть, даже воздержусь, потому что плевание на могилы, это такой спорт сомнительный, и там придётся стоять в такой очереди. Я абсолютно уверен, что они будут пытаться и экстратировать, и поймать, и похитить, и усыпить, и вывезти, как когда-то Кутепова. Это нормальная практика этих ребят. Но дело в том, что у них не очень, кстати, уже и тогда получалось. А сейчас там, ну, посмотрим. А Путина ждёт ледоруг? Кого-кого? Путина ждёт ледоруг. Нет. Ледоруг же, это такой, понимаете, ледоруг, это надо быть романтиком, вроде Рамона Меркадера. Нет, никто за него. То, что его уберут свои, большая доля вероятности существует, она остаётся. Но он для этого должен произвести ещё несколько контрэлитных залпов, контрэлитных переворотов. Там они всё-таки ещё не поняли, а это, кстати, очень дурно говорит об их понятливости. Они ещё не поняли, что первыми жертвами обычно становятся свои. До нас ему элементарно надо ещё дотянуться, а вот свои они вокруг. И, безусловно, будут тасоваться эта среда. Я предсказывал, я не ошибся, что шаман пострадает в ближайшее время, в ближайшее время начнут сильно шерстить военкоров, идеологов, поддержку режима, потому что она неумеренная и часто безвкусная. Они будут по одному садиться. Это, безусловно, так. И помните, как Бастернар сказал, да? Уму непостижимо, что я вытворял, а они тасовались, как колода карт. А ведь, собственно, его и пощадили, потому что он вытворял. Потому что свои для этого режима опаснее, враждебнее, чем чужие. Этих тонкошеих вождей сам Путин не уважает. Вот я сейчас об этом у вас и спрошу, но всё-таки я думаю, что именно Кабаева отравит Путина, причём котлетой. Смотрите, Дмитрий Львович, уже взялись неожиданно за людей Сергея Кириенко, за киндер-сюрприз взялись. За человека, который когда-то был специальным представителем Путина в отдельно взятом округе, который подарил Путину Россию фактически так же, как и все остальные. А что это? Вот это начинается, вот эта грызня внутриэлитная, начинается большая кровища, что ли? Большая кровища началась давно. Внутриэлитная грызня идёт сейчас главным образом Министерства обороны, и все ждут, что будет Шойгу, потому что у Шойгу есть довольно высокие шансы, если он не успеет сбежать, а такой шанс тоже есть, пополнить ряды его подчинённых, которых сейчас сажают и выбивают показания, в том числе на него. Дело в том, что эта история началась не вчера, и она предлогом борьбы с коррупцией будет усиливаться. Это вечная тенденция для террора характерная. Вы говорите, а вот начнётся ли внутриэлитная грязня? Она не прекращается. Проблема в том, что Путину сейчас нужны показательные расправы, и это не должны быть расправы с чужими, это не должны быть расправы с Чубайсом. Он должен каждую неделю предъявлять коррупционера, с которым идёт борьба, очередного боярина, очередного дворянина. Я не очень представляю, кто сейчас кандидат номер один, но они же сами себя назначают. Вот кто сейчас будет больше всех активничать, тот больше всех и получит. Кстати говоря, у Володина хорошие шансы, потому что он говорит очень много глупостей. А это та ситуация, когда человек, вот сам того не понимая, надоедает боссу. Поэтому на месте Володина я бы готовился, на месте Миронова я бы готовился. Ну а уж как готовится Александр Григорьевич Лукашенко, мы с вами видим ежедневно. Вот я хочу вас о Володине спросить. Ни с того, ни с сего Володин, Киркуров, Вассерман, абсолютно все стали рассказывать, что они не геи. Я, кстати, вспомнил эти плакатики, помните, Греф и Володин не геи, которые Владислав Юрьевич развешивал по Москве, Сурков. И я почему-то подумал, а чего они вдруг об этом заговорили все? О воздержании каком-то? Ну, видите, мне, честно говоря, вот это как раз тема, в которой я совершенно не спец, потому что мне, честно говоря, не важно, геи они или нет. Понимаете, по-моему, хоть все они друг друга, так сказать, переупотребляют, это не сделает их хуже и равным образом не сделает лучше. Для меня, к сожалению, никогда большой роли не играла сексуальная ориентация моего политического противника. Именно потому, что, понимаете, вот говорят, да, зато Путин вечно не антисемит, зато Путин вечно не ворует, зато Путин не алкоголик. Да по мне лучше бы он пил горькую, понимаете, чем вот эта целенаправленная ненависть ко всему человечеству. У меня доклад будет, вот как раз послезавтра во Флориде, «Секс и трах» он называется, там «Эротика в русской и зарубежной прозе». Я обратил внимание, ну, в основном, конечно, в американской, я обратил внимание на поразительную вещь. Вот у меня стоят две антологии американской прозаической эротики, я их недавно купил, здесь распродавалась хорошая библиотека на эту тему. Я обратил внимание на то, что для всего мира эротика, она существует трёх аспектов. Это либо способ получать удовольствие, либо способ установления контакта, коммуникативная функция, либо это функция познания. Не зря этот глагол «познать». Познали друг друга. Человек через это дело способен познать партнёра, соседа, себя в том числе. А в России это всегда инструмент угнетения, доминирования, такой радикальный садомаза. Иными словами, такой бунинский вариант. Вот я об этом и говорю, они боятся. Они боятся. Вот ужас весь в том, что в России эротика не означает любви. В России что пропаганда эротики, что запреты эротики. Ну, прочтите там Зазубринскую эту щепку с её жуткими сексуальными подтекстами. «Пламень» Пимена Карпова, о чём я собираюсь говорить. Чудовищные садомазахистские тексты. Это всё время какие-то описания Ольги со взаимным истреблением, с диким совершенно. Кочунственные распятия, которые описаны у Карпова как родения. Это всё с неизбежным привыксом садизма. Брюссовский садомазахизм ужасный. Всё это омерзительно. Дело Корнета Елагина, на котором сам Бунин написал «Очень грязная история». Но ничего не поделаешь, потому что в России Эрос всегда имеет сильный привкус с Танатаса и ходит с ним об руку. Это и во всём мире так, но во всём мире есть другие вещи, отвлекающие. Поэтому, когда Россия борется с эротикой, или внедряет эротику, это всегда имеет один и тот же привкус. Я бы дорого дал, чтобы кто-нибудь из них, там, Володин, или кто-то там сейчас отрекается громче других. Вастерман. Да, но Вастерман, он девственник ему, куда уж. Те, чтобы они друг друга, наоборот, любили. Понимаете, это была бы надежда, что у них есть в жизни что-то святое. Даже Гибельс один раз в жизни влюбился в Милу Барову. Правда, вынужден был от неё отречься. Если бы они хоть кого-то любили, если бы они не прятали свои семьи, если бы у них были любимые дети, я бы это восторженно приветствовал. Но для них, к сожалению, трах существует только в одной коннотации трах, в смысле убить. Ну вот смотрите, Дугин, который ранее любил лесбиянок, в том числе и Дебрянскую, когда-то свою жену. Ну вот только её, по-моему. Да, вот он в РГГУ открыл, я не знаю, курс, кафедру, что-то, короче, открыл, которое будет, значит, порочить сатанинский Запад. Вот он будет бороться с сатанинским Западом, как он это всё дело, значит, охарактеризовал. Вы знаете, Дмитрий Львович, так мне повезло в жизни, меня отправляли нередко в Германию смотреть на концлагеря, в дом ванзельской конференции, копаться в архивах, ну и прочее, и прочее. И я для себя вынес один очень важный урок. Фашизм, даже когда окончательный, вот есть финал исторический, он не заканчивается в головах. И, к большому сожалению, как сейчас показывает Германия, фашизм можно только преодолеть в том случае, если ты начинаешь бороться с фашизмом потом. А, и, как вы знаете, в Германии этот процесс очень затянулся. Он до сих пор идёт. Я просто о другом говорю. А в России как тогда? Что тогда? Ведь фашизм там останется. Здесь я вам скажу, что будет с Дугином. Да. Это я вижу с чудовищной отчётливостью. Когда всё это закончится, Дугин будет сослан на церковное покаяние в один из отдалённых монастырей, в одной из отдалённых деревень. Там он создаст, как в фильме «Убить дракона», там он создаст маленький кружок из поселян и будет им рассказывать свою эзотерику и конспирологию, и будет в пределах отдельно взятой северной деревни пользоваться огромным успехом. А за её пределами – нет. А внутри неё он будет сидеть такой, знаете, мрачный, бородатый, как Мечников Берёзы, и проповедовать птицам. Вот это его финал. Он успеет искалечить ещё несколько душ, но надеюсь, что этим дело ограничится. А Дугин сейчас понимает, что пришёл его час. Он пользуется моментом, потому что сегодня в России триумф крайнего мракобесия, а ни в какое другое время Дугина нельзя воспринимать всерьёз. Он какое-то время с его чудовищным вкусом, с его идиотскими теориями архаичными, какое-то время он будет стричь на этом купоне. Но финал будет ужасен. И, кстати говоря, вот в этой отдалённой северной деревне, знаете, как инженер Гарин, который листает альбомы своей коронации, он будет перечитывать сегодняшнюю прессу, вспоминать, как он был возвышен, говорить, как Запад опять ему не дал. Ужасный финал. Финал классического сельского, даже не городского, а сельского безумца. Но вот странное дело, и Меньшиков вызывает у меня сострадание в Берёзе, и большинство олигархов, которые были низвергнуты, и даже Троцкий вызывает у меня сочувствие. Дугин не вызывает ни малейшего. Для того, чтобы вызывать сочувствие, персонаж не должен быть так гомерически смешан. Дмитрий Львович, выступил Аптия Лаудинов, сказал, что, и это согласно данным местного отделения МВД в Курской области, что там российская армия, российские солдаты убивали, насиловали огромное количество людей. 187 зафиксированных уголовных преступлений. И это ведь свои же. Вот ещё что страшно, понимаете? Ну, Саш, я не верю Аптия Лаудинову, чтобы он не говорил. Когда он говорит про Украину, про украинских солдат, я ему не верю. Когда он говорит про российских, я их не верю тем более. Когда он говорит про чеченских, я их не верю совсем. Есть такие люди, которые могут, помните, как Фаусте, ах, изо рта у неё во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь. Есть люди, которые могут только изрыгать одно и то же. Поэтому, что он там говорит про своих, что он говорит про эти случаи. У них ещё, кстати, очень сильная сексуальная заботчность, поэтому они все говорят об изнасиловании. Что бы ни было, пришли курские, значит, пришли украинцы, насиловали, пришли русские, насиловали. У них весь мир крутится вокруг изнасилований. Это понятно, потому что, я же говорю, садомазохизм – это такая игла, с которой очень трудно соскочить. Посмотрите, сколько сайтов этому посвящено в интернете. Если, кстати, у меня обширный материал для наблюдений, если я и читаю где-то хороший садомазохистский рассказ, как правило, это рассказ русский. И более того, как правило, действия в нём происходит в России. И там в школе, или на линейке, или в очереди в какое-нибудь бюрократическое учреждение, или там происходит массовое умерщвление за опоздание или нарушение формы одежды. Это всё время такая русская практика. Это сидит в русском подсознании. То, что там говорит Аптия Лаудинов о сотнях изнасилованных, к всему, что он говорит, верить нельзя. Даже если он начнёт свою биографию рассказывать. Тем более нельзя. Поэтому я не стал бы, значит, на вашем месте ловить его на кажущихся противоречиях. Вот его судьба дальнейшая будет интересна, потому что он будет рассказывать о том, как его заставляют, о том, как он был поставлен вот в эту должность спикера по пурской операции, и как он вынужден был эту ложь повторять. Много интереса. Аптия Лаудинов, он так умело продаёт надежду? Кто? Аптия Лаудинов. А, Аптия Лаудинов. Я более умел её продать, более профессионально. Правда, я её продаю без всякой выгоды для себя, потому что я действительно надеюсь. Аптия Лаудинов никакой надёжды не продаёт. Он продаёт образ силы. Но он не Арестович. Не сеченский Арестович. Нет, нет. Он торгует образом силы, грубой, не считающейся ничем. Арестович – интеллектуал. Ну что вы, понимаете, утешить-то разный бывает. И Арестович давно не утешает никого. Ну как вы моего вообще кумира Арестовича ставите в один ряд с Аптия Лаудиновым, который давно всё вообще посмерти. Вот что касается Арестовича, то мы его будем ещё изучать в школах. Его опыт, его биографию, романы о нём будем читать. Это фигура, которую в истории Украины оставит, уже оставила, но ещё оставит яркий, удивительный след. Он скоро вот к нам приезжает, в наш город, и я представляю себе, как будут люди, украинцы, русские, как они будут собираться в его послу. Потому что он безумно интересный человек. А это вот в университете его не ждут, потому что говорят, что он мезогим. Но любая встреча с ним вне университета, я уверен, будет шедеврально и очень знаменит. Он реально интересный человек. Про Аптия Лаудинова, я могу с ним быть как угодно, не согласен, но мне всё время интересно. И я, когда с ним разговариваю, я себя уважаю за это. Когда я слушаю Аптия Лаудинова, у меня ощущение, что мне пытаются, значит, впихнуть какой-то очень вчерашний, очень тухлый продукт. И ощущение какой-то, понимаете, глубокой провинциальности всей российской пропаганды. Поэтому, я думаю, Украина должна гордиться, что у неё на этом месте гениальный провокатор Арестович. Несколько последних, но коротких вопросов ответов. Ну, опять, вот вы мои мысли высказываете, избавляете меня от необходимости от дела. Другое дело, что Третья мировая не обязательно поможет. Просто ясно, что конструкция, державшаяся после Второй мировой довольно долго, не сработала. И какие бы ни были ужасные ужасы во Второй мировой, Третья обещает их во многих отношениях превзойти. Она будет последней, а после неё появится надёжный механизм регулирования, исчезнут государственные границы, помнить моё слово, национализм исчезнет или будет скомпрометирован. Вся архаика отступит. Но прежде чем она отступит, она успеет напоследок нагадить, как давно уже нет. Да, сегодня ООН не работает. Сегодня ООН – это абсолютно лишняя организация, примерно такая же, как движение неприсоединения в своё время или как Нобелевский комитет, который, в общем, ещё по инерции привлекает всем внимание. Но мы же понимаем, что вручать им сейчас, значит, за движение журавликов Нобелевскую премию мира – это красивый, но абсолютно бессмысленный жест. Уж если кому-то и давать сейчас Нобелевскую премию мира, то тем, кто реально борется с цензурой или реально помогает беженцам. Поэтому я думаю, что надо просто смириться, надо не надеяться на себя. Да, знаете, вот в России есть люди, которые до сих пор работают на пенсию и верят, что эту пенсию им дадут. Я знаю, что у меня пенсии не будет. Я это знал с самого начала. Надежды на пенсию – это ещё хуже, чем на ООН. Но в сегодняшнем мире можно рассчитывать только на себя. И в этом плане прав Арестович, который говорит, что Украина разочаровалась почти во всех своих друзьях. А во мне можете не разочаровываться. Чего бы вы там ни наворотили, я понимаю, что вы гораздо лучше, чем ваши оппоненты, поэтому лично я от вас не отвернусь никогда. Последний вопрос перед стихом ключевым. Вы вспомнили о Нобелевской премии. Это «Моя боль» Амус Ос, великий израильский писатель, как по мне, которому не дали Нобелевскую премию по литературе. Он когда-то, это я помню одно из последних его выступлений, когда он говорил, что палкой рану не залечишь. Но, как по мне, он не дожил ни до 7 октября, ни до 24 февраля 2022 года. По-моему, только палка как вариант и осталась. И, по-моему, у Украины только одно будущее – быть постоянно с этой палкой. А что вы думаете? Кстати, как и у Израиля. Нет, не думаю. Насчёт палки не думаю. Ну, и сама идея, что если Украину вооружить, она выиграет, нет. Ну, Саша, выигрывает модернистский проект. Советский Союз – это чудом уцелевший модерн, который спасся, ну, как, парадоксально спасся, потому что ему противостоял фашизм. И этот модернистский проект выиграл в 45-м году. Люди дрались не только за свою землю, люди дрались за то, что они голос будущего, с ужасным агрессивным прошлым. Потом они сами превратились в это прошлое, они заразились этим, произошла инфекция. Но тогдашняя Россия победила за счёт прогресса. Украина сегодня, и вы не представляете, до какой степени это так, это привлекательный образ будущего. Страна с молодым лидером, с мощной молодой интеллигенцией, вроде вот вас. Страна с перспективой. И если... Многие сейчас правильно пишут, что если Украина войдёт в НАТО, это для НАТО нужнее, чем для Украины. Потому что это молодой мотор, молодой инжин появится у этого всего. Украина победит не палкой. Украина победит как образ будущего, которое не боится. Если она сохранит этот образ, в её победе сомневаться не важно. Что касается стиху. Вот понимаете, вот умер Аркадий Штыпель. Надо его почитать. Это был большой поэт. Поэт из Днепра. Поэт, много проживший... Днепр вообще, вы знаете, мой любимый город, интеллектуальная столица Европы, я думаю. А Днепр дал многих замечательных людей. Потом Штыпель долго жил в Москве с своей женой Машей Галиной. С началом войны, ещё перед началом войны, поняв, куда идёт, они немедленно переехали в Одессу. Это абсолютно героический жест. Мне очень обидно, что Штыпель не дожил до победы, или, по крайней мере, до мира. Но как не вспомнить Штыпеля и его знаменитый испиричел? Ты плыл войну, разбивая, подмиривая под волну, и тысячи сон скачались вокруг твоей головы. Этого больше не будет ни с кем, никогда, нигде. Нет, нет, это будет, будет со всеми везде и всегда. Ты видел луну и звёзды, ты видел траву и цветы, Ты слышал, как пели птицы и как рохотал гром, И этого больше не будет ни с кем, никогда, нигде. Нет, нет, это будет, будет со всяким везде и всегда. Ты женщину видел, нагую, какую её создал Бог, Ты был перед ней, как остров, накрыт её волной, И этого больше не будет ни с кем, нигде, никогда. Нет, нет, это будет, будет со всяким всегда и везде. Ты станешь вином и хлебом, и это будет потом. Ты выгнешь другой позвоночник, раскинув руки крестом, И этого больше не будет ни с кем, никогда, нигде. И всё это будет, будет со всяким везде и всегда. Ну вот, царство небесное, штыпелю, и дай Бог силы вам. Спасибо, увидимся.